Особое мнение на 101FM Все-таки из последних данных по ситуации с коронавирусом в нашем регионе К большому сожалению, уже зафиксированы первые смертельные случаи Сегодня ночью в инфекционной больнице умерли две женщины, 80 и 86 лет Это одна пациентка из Перми, которая ехала после операции через наш регион Вторая пациентка из Яранска, которая тоже незадолго до поступления в больницу ездила в Москву И количество заболевших в нашем регионе выросло до 104 человек Я должна напомнить, что теперь тесты на коронавирус не надо подтверждать в иногородней лаборатории Именно поэтому, собственно, вот только ставится положительный результат Сразу же человек считается заболевшим Это увеличение, резкий рост Не связано с тем, что на улице много народу нашли заболевшего Это как раз те, кто ожидал своего подтверждения И, видимо, это подтверждение теперь получил Еще из важного, если кто-то не знает Я должна напомнить нашим слушателям Сказать, что с вчерашнего дня и до 24 апреля, возможно, и дольше В Кировской области, в Вятской епархии Закрыты все храмы Для прихожан закрыты именно во время совершения служб Это важно, потому что сейчас идет страстная неделя И, собственно, в ближайшее воскресенье Пасха Эти вопросы задавались многими нашими слушателями Не поздно ли вообще? Потому что вербное воскресенье было Мы видели все фотографии в социальных сетях Большое количество людей в храмах Большое количество пожилых людей, которые в группе риска по коронавирусу И вот сейчас это решение все-таки принято Так же, как и в Москве Вы, Михаил, как считаете, надо было раньше это сделать? Ну, я на самом деле придерживаюсь мнения о том Что мы уже как бы опоздали с подобными мерами Ну, как минимум, там, месяца на полтора-два Потому что, в принципе, все ограничительные мероприятия Изоляционные мероприятия Это то, что нужно было Исходя из опыта, там, Ухани Исходя из первого опыта Европы Который, в принципе, нам тоже давал определенную фору Там в 2-3 недели Нужно было проводить именно тогда Потому что мы, собственно, как только Получили Там, Кировская область Первого пассажира поезда Это Москва-Урингой В принципе, стало понятно о том Что этот поезд ушел дальше А значит, и та зараза, которая, собственно, была в этом поезде Она ушла дальше И вряд ли Часть-то пассажиров сошли в Кирове И они, между прочим, часть из них тоже попала потом в больницу Я об этом и говорю И нужно помнить о том, что, в основном, там, этот поезд Этот поезд, наверное, можно отнести к категории вахтовиков То есть у нас есть еще там люди Которые на этом поезде уехали зарабатывать деньги Вряд ли они там находились в карантине Вряд ли они каким-то образом там себя проверяли Нет, там каких-то людей снимали с поезда Понятно Ну, вот как бы там эта волна, собственно, она там Пятая, шестая, седьмая, восьмая волна уже как бы То есть после нулевого пациента, вы считаете, сразу же надо было вводить строгие меры ограничительные? Ну, нулевой пациент для нас, для Кировской области Да, возможно, нужно было тогда, но я там отдаюсь и отчет, что, в принципе, на сегодняшний момент все оказались в ситуации, когда не знают, что делать Там не только люди, не только там здравоохранение, но, собственно, там вся власть И это там мы видим до сих пор, потому что ни одной внятной концепции там стратегии преодоления ситуации там с распространением Мы не видим, не слышим, не понимаем, не понимаем меры государственной политики, в чем системность этих мер, в чем глубина и эффективность этих мер, да, то есть мы видим какие-то отдельные элементы, которые там, ну, на мой взгляд, я бы их назвал такое битье по хвостам, да, то есть мы как бы выявили ситуацию, да, там среагировали, выявили Это характерно как раз для ситуации, когда там у системы управления нет четкой стратегии, а есть вот именно такой ситуационный подход И это говорит о неготовности системы к такой ситуации Поэтому там на этом можно делать ссылки, сноски, да, то есть, но в конечном итоге то, что сейчас большинство этих мероприятий ограничительных, они уже неэффективны по причине того, что распространение является бесконтрольным И это признают даже наши местные врачи, имеется в виду российские врачи, да, там, ну, смысл вводить подобные ограничения, то есть, если люди не понимают термины самоизоляции, если люди не понимают термины собственной безопасности и самосохранения, ну, как бы, уж точно подобными изоляционными мероприятиями, там, мы вряд ли сможем это установить Так, погодите, вы имеете в виду, что вот те карантинные, там, ограничительные меры, которые сейчас, они бессмысленны, и их надо отменить или нет? Я поддерживаю тех, кто говорит о том, что главным инструментом профилактики является самоизоляция То есть надо все-таки сидеть дома? Да, но, опять же, там, условий для того, чтобы сидеть дома, нет у большинства, да, то есть это и вопросы связанные с тем, что, как бы, нет четкого понимания, а что же можно, что же нельзя, нет никакого понимания, а, собственно, ну, что мне жить, пока я нахожусь в самоизоляции То есть есть четкое понимание, только одно, чем занять, благо, что у нас там развлекательные сервисы работают достаточно хорошо, и все там на перебой предлагают различные продукты, вот только сиди дома, развлекайся Но позволить себе сидеть дома и развлекаться могут далеко не все Абсолютное большинство не может позволить себе сидеть дома, и вот там мы в той же, в интернете как раз спорим на эту тему, о том, что, да, есть одна сторона, это самоизоляция, а другая сторона, на что жить, если, как бы, на работу ходить нельзя Далеко не каждый работодатель имеет ресурсы для того, чтобы продержать своих сотрудников два месяца, там, например, месяц Работодателей, вот давайте там объективно говорить, да, у нас есть сферы, которые, ну, может быть, не совсем корректно это будет звучать, но которые выигрыши от этой ситуации, да, то есть это, там, продовольственные товары, это предприятия по доставке, это общепит в части, вот, всевозможных фастфудов, да Они все в один голос, как бы, отмечают, что у них все хорошо, и даже больше, чем хорошо, да, там, когда заходишь в один из магазинов, разговариваешь, и, там, кассир говорит, слушайте, у нас каждый день, как предновогодие, да, то есть, там, выручка громаднейшая, то, там, я за них рад Но, там, это отнюдь не вся сфера экономики, и поэтому большинство, я все-таки думаю, что находятся в той ситуации, не то, что не у всех есть возможности, ни у кого нет возможности Вот смотрите сейчас, какая история, значит, на этой неделе был у нас в гостях Дмитрий Русских, ваш коллега по предыдущему созыву Заксобрания, да, говорил он следующее Если уж мы ввели вот эти ограничительные меры, и наша экономика страдает, так давайте эти ограничительные меры будут более строгими Ну, может быть, как в Москве, может быть, с пропусками, может быть, там, 100 метров от дома и не дальше, вот, а иначе просто смысла нет То есть, все равно все по улицам шатаются, Яндекс дает индекс самоизоляции низкий по Кирову, да, так или иначе люди пересекаются друг с другом Те же самые продуктовые, большие продуктовые магазины, да и маленькие, это место, вот, ну, куда все стекаются, потому что больше стекаться некуда сейчас, да, так или иначе, зараза расползается Ну, давайте тогда либо всех посадим, чтобы все сидели дома, либо уже тогда все откроем И вот тут-то мы как раз и упираемся в главный вопрос, да, то есть, да, для того, чтобы самоизоляцию сделать жесткой, необходимо принять одно всего лишь решение, о котором говорят многие Это введение чрезвычайной ситуации или введение карантина И соответствующие выплаты Ну, а дальше, а дальше, а дальше уже вступает действие закона чрезвычайных ситуаций, где тот орган, который вводит данное там условие, берет на себя всю ответственность и обязанности, связанные с убытками и потерями, связанные с чрезвычайной ситуацией И тогда человек, сидящий на самоизоляции, четко будет понимать, да, я на работу не хожу, но, по крайней мере, среднюю заработную плату там за последние полгода там мне государство гарантирует И почему же не вводит? Ну, потому что это такой, на мой взгляд, сценарий, который пытаются нарисовать, там, не знаю, кто, там, наша власть федеральная, когда мы, там, дотерпим до последнего, условно говоря, да, то есть, для того, чтобы, там, максимально сэкономить траты, там, фонда национального благосостояния Еще две недели, еще две недели не будем платить, еще месяц не будем платить, да, потом поменьше заплатим Ну, мы же видели, из вчерашнего выступления, что, там, уже какой-то есть первый шаг, да, то есть, уже есть какие-то субсидии, которые получит каждое предприятие, которое там Ну, не каждое, а те предприятия из списка особо пострадавших, да, все отрасли, которые пострадали Уже есть разговор о каких-то прямых деньгах, да, там, правда, опять же, непонятно, там много вопросов, там, кто будет эти деньги выдавать, почему эти деньги пойдут только в июне, а не, там, уже в апреле, в мае Как будет эта система работать, но, как бы, уже факт есть, то есть, это такая выдавленная, уже реальная мера, которая может, там, кого-то поддержать Хотя, там, тоже вопрос... Хотя 12 130 рублей, это не те деньги, на которые можно прожить Если, да, сегодня предпринимателю, там, будет представлена такая возможность, он сразу все скажет, ага, у меня, там, работник стоит 40 тысяч, а я ему заплачу 12, то я, там, счастлив буду Вот, поэтому, ну, там, на мой взгляд, это как раз ситуация вот такого додавливания, то есть, доживания до какой-то определенной точки Когда она наступит? Ну, там, я не знаю, нам с вами министр здравоохранения обещал, точнее, заместитель представителя правительства России обещала, что к началу этой недели наступит пик Да, то есть, ну, мы видим, там, даже по Кировской области, мы видим, да, во всем мире уже идет снижение, а у нас еще, как бы, мы к пику еще даже близко не подошли Поэтому, вот, собственно, это ситуация И здесь, с точки зрения размышлений, да, там, у меня есть предположение, может быть, о том, что, если уж думать о том, как грамотно тратить деньги Может быть, и действительно, есть смысл о том, чтобы максимально дотягивать данный процесс до наступления более благоприятных условий Потому что... Что вы имеете в виду? Я имею в виду выход из всей этой ситуации Потому что дальше мы столкнемся с еще одной ситуацией Когда для того, чтобы оживить экономику, нужен потребительский спрос Которого не будет? А у потребителей денег нет И вот эти все замечательные отсрочки там А, я поняла, что вы имеете в виду, чтобы люди получили деньги и в тот момент, когда закончится карантин И откроются все заведения общепита, магазины и прочее Чтобы они сразу с этими полученными деньгами и отложенным спросом туда прибежали Да, то есть, вот, есть, опять же, ну, это было бы... Это как-то очень цинично вообще, на самом деле Нет, это было бы суперстратегическое решение Потому что мы понимаем, что, как бы, те, там, ну, сколько, там, 13 или, там, по разным разговорам, 20 триллионов рублей Которые, там, есть у нас в фонде национального благосостояния, да, там, они, как бы, там, ну, быстро очень растратятся Если мы сейчас... Точнее, если власть сейчас помесячно начнет людям платить Это правильная сейчас поддержка, да, там, но, там, это быстро кубышку-то растрясет А вот если, как бы, дотянуть до момента, когда будет происходить выход из карантина, из данной ситуации, да, там, и когда людям будут реально, там, выдаваться, предположим, по 10-15 тысяч на то, чтобы они начали приобретать продукцию То это может помочь запустить и вот малый и средний бизнес, о котором сегодня много говорят А что будет с тем малым и средним бизнесом, который не доживет до этих прекрасных времен? Вот смотрите, я вам сейчас просто пример приведу, да, вчера вот социальные сети, собственно, обошел пост Это фабрика, это известное достаточно место в городе Кирове, да, фабрика не откроется больше никогда Может быть, когда-нибудь в другом виде и локации, несомненно, с топовым качеством наша команда снова замутит нечто вау А пока мы прощаемся, плачем, у нас нет подушки безопасности на карантин, который закончится нескоро, у нас нет инвестиций на непонятно, когда возможность старт, мы закрыты навсегда Вот Ну, смотрите, даже в условиях того, если, там, я сейчас не о фабрике говорю, а в целом, да, то есть пытаюсь размышлять Даже если сейчас, предположим, оказать финансовую поддержку подобным учреждениям, то в любом случае они не смогут запуститься, потому что есть ограничения на проведение публичных мероприятий То есть они не смогут поддерживать доходность своего бизнеса И поэтому ситуация будет приводиться к тому, что им, вот, подобные, там, кредиты или субсидии, неважно, как это будет называться, да, там, они будут находиться постоянно И, опять же, в условиях, когда ситуация начнет улучшаться, они тоже не окажутся в категории тех, куда люди бросятся в первую очередь Ну, конечно, в первую очередь пойдут решать другие проблемы люди И поэтому, как бы, да, у них, там, к сожалению, да, там, хотя я, там, не так часто бывал в фабрике, но, к сожалению, там, этот проект, наверное, скорее всего умрет Но я более чем уверен, что у ребят это, там, фабрика, это был не первый проект, они до этого у них несколько проектов было Поэтому появятся какие-то новые проекты Очень верю и желаю, чтобы у ребят это все получилось уже, там, в другой ситуации А у остальных ребят, кто не доживет? А вот по поводу остальных, да, там, вот вчера, опять же, очень мне не понравились вот эти снятия ограничений по отраслям То есть я, честно говоря, вообще не понимаю, по какому принципу происходит включение тех или иных сфер, на которых снимаются ограничения Ну, по логике вещей это должно происходить следующим образом Если на предприятии нет близкого контакта между сотрудниками Если есть возможность доставлять сотрудников на работу не общественным транспортом, а как-то иначе Если есть возможность организовать там всевозможные проверочные, да, санитарные, медицинские и прочие нормы Вот в этом случае, наверное, да, если они не контактят напрямую еще с остальными, там, горожанами, работниками этих сфер Ну, вы как бы, там, понимаете, что там у нас под... все, что касается малосреднего бизнеса, это в основном все, что построено на контакте с потребителем Конечно Поэтому, как бы, там, я считаю, что этот критерий, наверное, не такой уж... Нет, это логично было бы, я не говорю, что это используется Меня больше всего, например, вот я тут слушал интервью одного из руководителей фирмы, которая занимается пошивом тех же медицинских масок И он рассказывает, там, подобные вещи, говорит, да, я как производитель медицинских масок отношусь к категории жизнеобеспечивающих предприятий У меня есть разрешение, я, как бы, имею право работать Но проблема в другом, что я работаю, это ведь на комплектующих А предприятие, которое занимается изготовлением резинок для моих масок, оно не попадает в категорию И возникает вопрос, а как бы... А где брать резинки? Как я должен работать, да, то есть, там, те, кто производит, там, условно говоря, какие-то другие вещи И тот же живой пример, да, там, скорая помощь работает, милиция работает, служба такси работает, служба доставки работает Автосервисом запрещено Как автосервисом запрещено? Запрещено Вроде бы разрешено, автосервисом нет И возникает вопрос, а как бы, а куда бежать-то, если вот как бы... А зачем тогда, простите, магазины запчастей работают? Вот это и возникает вопрос, да, там, что там, по какому принципу определяются те сферы, которым разрешено и которым не разрешено То есть у меня там тоже очень много вопросов возникает. Я понимаю, что у нас в Кире с учетом того коэффициента самоизоляции, я там много стараюсь по улице ходить, выдерживая расстояние. И в маске. Нет, по улице в маске ходить это бессмысленно. Я вижу, что работают практически все. То есть не работают, может быть, бутики. Не работает непродовольственная розница, не работает сфера услуг, не работает общепит. Они, может быть, работают в формате доставок. Но они работают. Пример, который я слышал, кто-то приводил. Мне нужно было, сижу дома, мне нужно было заменить батарейку. Я, говорит, не смог найти магазин, где купить батарейку. Да как? В каждом продуктовом магазине продают батарейки? Там какие-то специфичные, плюс требуется установка. То есть обычно сервис предполагает, в сервисный центр обращаешься, и там тебе сразу поменяют и батарейку, и это самое. У нас с Кировой полегче. Я сам, может быть, не хочу подводить ребят, но обратился, мне отремонтировали свой телефон, все, вопросов нет. То есть у нас это все хорошо. Может быть, конечно, все это нагнетается Москвой, которая действительно где-то мне очень понравилась сравнение, что Москва столкнулась с ситуацией жизни обыкновенного провинциального города, когда все закрыто. Точнее, когда гулять негде, все либо закрыто, либо ограничено, и остались только продуктовые и аптеки. То есть в принципе, может быть... И магазины по торговле алкоголем, извините. Отчасти Москва подобную ситуацию нагнетает, но в любом случае, опять же, это тоже вопрос, который меня до сих пор мучает, и я до сих пор не могу понять. То есть если оценивать, предположим, возможность допуска к работе по принципу охвата населения, то есть каков процент населения работает в данной сфере, я бы понимал, что мы потихонечку начинаем запускать те сферы, где есть максимальный охват. Особенно, опять же, давайте возьмем провинциальные города, мы четко понимаем, это такси, это автосервис, это торговля, и это сфера услуг. То есть вот как бы там нужно рассматривать с этой точки зрения, я там понимаю, когда рассматривается вопрос о том, чтобы включить или не включить. То есть тем самым это мера поддержки для людей, которые работают в этой сфере. Все, что касается вопросов... Но это очень контактные виды. Все, что касается вопросов предупреждений и профилактики, ведь, опять же, давайте мы подумаем и возложим эту ответственность на предпринимателях. Ведь ни один предприниматель... Вы думаете, они спасибо скажут за это? А вы думаете, кто-то из предпринимателей заинтересован в том, чтобы у него кто-то на предприятии коронавирусом заболел? Да никто не заинтересован. И поэтому как бы вот эти все мероприятия вне бюджетная сфера будет проводить сама. Потому что заинтересованы в этом. Они в первую очередь заинтересованы, сами руководители заинтересованы, потому что они знают, что как только там что-то произойдет, там ситуация с фабрикой, это будет как бы самое спокойное развитие, чтобы бизнес просто там закрывается. То есть тут еще со всеми этими карантинными мероприятиями мозг вынесут. Поэтому там предприниматели сами заинтересованы в том, чтобы их работники были здоровы, чтобы соблюдали все требования и все остальное. Но проблема в том, что вот с этим вирусом невозможно понять, здоров твой работник или нездоров. Потому что инкубационный период очень длинный. Нет, согласен. Но как бы мы сейчас говорим о том... Человек ходит без температуры и без симптомов. И он может быть носителем вируса. Мы сейчас говорим о том, чтобы предприниматели обратили внимание и сами предприняли меры для профилактики. Вот это как бы... Это их зона ответственности. Они как бы обеспечивают... Должны это обеспечивать. А не так, что их как бы лишили, заставили платить. Там вы работать не можете, доход получать не можете, но платить вы все должны. И заметьте, вот эти все разговоры о каникулах и отсрочках на практике, там, ну, по крайней мере, по Кировской области, ни одна из госструктур не отменила сроки отчетности. А, я видела, да, конечно, в социальных сетях огромное количество жалоб от тех, от тех, от тех, да, пришли письма. Сроки уплаты, сроки отчетности никто не отменил. Да, несите нам, пожалуйста. Как хотите, так и несите. То есть мы сами там... Мне очень понравился один из примеров, когда в одном из наших там фондов бюджетных, вне бюджетных, да, там, государственных, специалист говорит, я сама-то сижу дома, удаленно работаю, но отчет-то вы должны принести. Я его проверю из дома. Да, вы там в ящичек этот самый почтовый бросите, а мы сделаем отметочку, что вы, как бы, его нам принесли. Но мы сами сидим дома. То есть вот как бы вот в этой ситуации там понятно, что там и бизнес очень обозлен, и это действительно приведет к тому, что многие предприниматели, скорее всего, там, сейчас уедут сажать картошку по своим садам, потому что бизнеса никакого нет, и чем заниматься после окончания тоже не знают. И государственная система, она создает себе очень много там возможностей последующего преследования тех, кто выживет. Что вы имеете в виду? Ну, имеется в виду нарушение всех сроков отчетности и так далее и тому подобное. То есть сейчас не сдашь все? Да, все умеется. Жди через месяц, через два людей с проверками. И штрафов. Потому что бюджет не резиновый. Поэтому это тоже, ну, вряд ли, я там уже всяко тоже на эту тему думал, но вряд ли это государственная политика на это направлена. Это, скорее всего, опять же, ситуация отсутствия видения, отсутствия стратегического поведения. Да, в общем, не об этом сейчас думают просто они. Вот. То есть поэтому как бы вот там ситуация, когда мы каждый день, я думаю, что все, наверное, внимательно смотрят на цифру, в надежде увидеть, что она начинает уменьшаться. Она пока не уменьшается. Да, то есть все внимательно бросаются к телевизору, когда выступает президент, в надежде услышать какие-то конкретные вещи. Да, там, хотя, опять же, от конкретности высказания до конкретного, там, действия, обычно там, ну, мы знаем, на практике это очень большой промежуток времени. И по ходу этой идеи там может меняться как с ипотечными каникулами, да, там ситуация, когда сказано одно, а по факту другое. Знакомые мои мне уже жаловались, что пытались оформить ипотечные каникулы, не дают. Не дают, предлагают рефинансирование. А рефинансирование, насколько я понимаю, я не брала ипотеку никогда, можно воспользоваться только один раз. То есть людей лишает возможности воспользоваться им потом, если что. То есть это все говорит о том, что сейчас единственная модель там затягиваться, затягиваться, тянуть, 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 но пока там, что будет являться точкой, непонятно. Где критическая масса? До критической массы, да. Мне, там, ну, может быть, в качестве шутки все больше и больше это все, конечно, напоминает сказку Чиполина, где у нас уже есть и лимонная тема, есть и ограничение прав, есть заявление. Вот, то есть, как бы, не хочется, конечно, предполагать, что найдется Чиполина, но, как бы, вот это, может быть, и есть как раз та критическая точка, вокруг которой ситуация, может быть, начнет развиваться по-другому. Я, между прочим, видела информацию, я, к сожалению, пока не получила там официального подтверждения, не добралась и не посмотрела именно на портале правовых документов, вот это все, но говорят, что ОМВД внесло предложение о том, чтобы признать участие в несанкционированных акциях каких-то и митингах, приравнять его к экстремизму. И, кстати говоря, вот не исключено, что вся эта история, она действительно будет одобрена, да, и в таком случае людей лишат последние возможности. Скорее всего будет одобрена, да, то есть, и поэтому, как бы, там, сейчас действительно ситуация в том, что там люди и бизнес сами по себе, действительно следует подчеркнуть мужество врачей, которые в этих условиях работают. Странно, что в этой ситуации никто не говорит о социальных работниках, которые продолжают нести свою вахту, которые ходят по пожилым людям и, как бы, тоже работают с ними. У меня большое уважение к учителям, потому что они тоже оказались в ситуации крайне сложной, никто их сильно не готовил к формату дистанционного обучения. Тогда приходится работать 24 на 7, что называется. Учатся вместе со школьниками, вот, и действительно это все не так просто. При всем при этом, опять же, тоже вопрос в том, что их сейчас там обязывают переходить в школу, а это, опять же, риски, связанные с тем, что они передвигаются по городу, а никто, насколько я знаю, никто особо, там, не заботится тем, чтобы обеспечить их, там, масками, корчатками. Средствами индивидуальной защиты, СИЗ это называется. По крайней мере, для того, чтобы они могли добираться из дома до школы и обратно. Безопасно. Ну, они молодцы. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, присоединяясь, собственно, да, вот к этим словам, действительно, есть люди, которые сейчас в этой ситуации работают и работают, ну, фактически, на износ, да, и спасибо им большое. Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты, вернемся, у нас еще несколько тем. Особое мнение на 101FM Вице-спикер Законодательного собрания 5-го созыва Михаил Курашин в нашей студии. Программа «Особое мнение» продолжается, у нас еще несколько тем впереди. Я бы хотела, Михаил, вас попросить прокомментировать следующее. Михаил Шевелев, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования, накануне вечером написал в своем фейсбуке пост, из которого следует, что проект ППМИ, проект поддержки местных инициатив, который отпраздновал десятилетие, который, собственно, пошел по стране из Кировской области, мы можем так сказать, он в этом году, скорее всего, не состоится. Решение это обсуждается сейчас в сером здании, в администрации области. Я сегодня с утра звонила, пыталась понять, все-таки да, окончательно или нет. Сказали, что пока решение окончательно не принято, но вероятность, видимо, очень велика. В этом году проекта не будет, будет сформирован некий рейтинг проектов, которые подали в 2019 году на реализацию в этом, и реализованы они будут уже в 2021 году. Деньги на них будут выделяться уже в 2021 году. Со стороны консультантов есть определенные понимания этой ситуации. Они говорят о том, что действительно, может быть, сейчас не время. Все понимают, что с деньгами сейчас напряженка, раз, да. Все понимают, что сейчас сложно будет собирать дополнительное финансирование, сложно будет людям собираться между собой, потому что самоизоляция. Вот, с другой стороны, есть непонимание, почему опять все происходит в формате «мы решили вы исполняйте». То есть вот весь этот проект, по-моему, и он про доверие между бизнесом, властью и гражданами. Опять непонятные какие-то обсуждения без привлечения людей, заинтересованных, участвующих в этом, без уведомления там участников проектов. Раз, вот мы решили, вы исполняйте. Пока решение не принято, ничего не комментируем. Ну, я на самом деле, ну, как бы, вопрос в том, почему нас не позвали, он достаточно очевиден. А почему? Ну, понятно же, что скажут те, кто в этом проекте участвует, да. То есть нам нельзя его закрывать, да, там, и это вопрос очевиден. Там, почему у нас традиционно уже становится, ну, опять же, там, да, это уже не первая тема, когда все, там, проходит без тех, кто потенциально является интересантом. Достаточно вспомнить и как областной конкурс грантовый, который, там, три года просили, наконец-то он состоялся, а в результате выясняется, что, собственно, ни конкурсная документация, ни сама модель конкурса, она, как бы, ни с кем не согласовывалась. Вот, как бы, внутри, там, Министерство внутренней политики ребята сами порешали, и в результате выдали конкурс. Придумали правила, по которым теперь будут жить все остальные. Слушайте, если бы они придумали, я бы сказал, что они молодцы. Они не придумали? Мы получили документы, там, шестого года, когда последний раз подобный конкурс. Чуть-чуть их, там, где-то пошлифовали и, как бы, устроили вот этот конкурс. Там, я не буду уже сейчас, там, рассказывать о всех нюансах, связанных с том, как люди жаловались, что они не могут подать, как их отговаривали, там, запрещали подавать заявки и так далее. Сейчас, ну, вот, я не знаю, там, сейчас, как проходит этап экспертизы, и, как самое интересное, когда будут подведены итоги, потому что, опять же, согласно того положения, которое есть, жестко ограничен временной промежуток, то есть все проекты должны быть реализованы до конца года, а, соответственно, все, там, нынешняя ситуация приводит к тому, что, скорее всего, все будет перенесено. То есть есть некие смещения по датам, и получается, что, там, проекты даже те, которые, там, возможно, смогут победить, может возникнуть ситуация, когда сами заявители будут отказываться, потому что, как бы, проводить проект, там, в 2-3 месяца, проекты, которые были рассчитаны, там, на 7-8, да, там, ну, это, это крайне глупо. Поэтому ситуация с ППМИ, это действительно будет грустно, это... То есть вы считаете, его нельзя закрывать? Нет, конечно. И перерыв на год? Его нельзя закрывать, нужно садиться и разрабатывать всевозможные, там, модели онлайн-сопровождения, а это все реально, да, то есть, как показывает практика, в принципе, вот мы проводили здесь вебинар для... с представителями Министерства юстиции, и у нас было более 70 участников, при том, что подключились не только наши районы, но, по-моему, если мне не изменят память, 20, 34 или 24 района, но еще там у нас даже были представители из других регионов, которые подключились к вебинару, то есть технически это сделать возможно. То есть нужно садиться и нужно продумать, какие элементы менять на онлайн-сервисы, для того, чтобы, как бы, эта модель существовала. В принципе, до начала работ по проекту, никакого онлайн-присутствия, живого присутствия людей и живых контактов нет. Там все мероприятия, связанные с проведением сходов и всего остального, там, они уже проведены, и сейчас речь идет просто, там, уже о готовых заявках, о оценке, экспертизе, там, корректировке и так далее и тому подобное. Поэтому, там, я все-таки очень надеюсь, что к июлю, там, ситуация каким-то образом нормализуется, и вполне достаточно времени для того, чтобы, там, воплотить, ну, большую часть из этих проектов. Поэтому отменять нельзя. Проблема не в этом. Проблема в деньгах. Проблема в деньгах. Я думаю, что сейчас правительство, там, с учетом того, что полномочия по всем действиям в рамках сложившейся ситуации все больше скидываются на регионы, сейчас проблема в мобилизации денежных ресурсов. Потому что, как бы, спрогнозировать, что будет дальше, сейчас достаточно тяжело. Если потребуется, предположим, введение, опять же, вернусь, чрезвычайной ситуации, то потребуется очень много денег, в первую очередь, бюджетных денег. В том числе и в регионах? В первую очередь. То есть из Москвы, из Москвы и не пришлет это все на тарелочки? В первую очередь. Ну, как бы, там, ну, посмотрите, там, выделили 200 миллиардов, да, там. Даже если равными частями на 85 субъектов, это получается... По 2 миллиарды? Чуть более 2 миллиардов, да, там, ну, в принципе, это, как бы... А если учитывать, что Москва, там, Питер, там, Крым заберут из этой, там, отдельные республики заберут из этого, там, не 20 с лишним, а, там, по 5, 6, 8, то, как бы, что дойдет до регионов-то, ну, там, можно только догадываться. Это, там, не средство для нормализации жизни, для поддержания жизни и так далее. То есть это, ну, мизер. То есть вы не исключаете, что денег на ПМИ не будет? Но считаете, что их надо где-то искать? Я считаю, что сейчас речь идет о... Точнее, идет рассмотрение того, какие статьи бюджета области могут быть приторможены с точки зрения формирования мобилизационного ресурса. То есть и ПМИ попадает в том числе в данную ситуацию. И я не удивлюсь, если, предположим, по тому же областному конкурсу будет принято решение о том, чтобы приостановить конкурс для того, чтобы эти же 10 миллионов тоже направить в мобилизационный ресурс. При всем при этом, там, мы понимаем, что отмена большого количества мероприятий, которые были запланированы за счет бюджетных средств, да, там, это тоже уже экономия, которая есть в бюджете. Да, да. Поэтому, как бы, вот, все-таки путь на создание своеобразного резервного фонда. А еще, Михаил, я хотела вас спросить, я не знаю, при вас-то история начиналась или нет, ну, в смысле, у вас в ЗАГС собрании, да, довольно давно идет разговор о том, чтобы по ПМИ просто вписать, да, то есть принять закон об инициативном бюджетировании на уровне региона, да, прописать отдельную строчку, условно говоря, в бюджете, что такой-то процент от доходов, да, уходит на поддержку проекта местных инициатив, там, инициативного бюджетирования, еще чего-то. Ну, он застопорился вот несколько лет назад, и так до сих пор его никак не могут продвинуть. С чем это связано? Обязательства не хотят на себя брать? Я считаю, что это связано с тем, что у нас достаточно крайне мало людей, которые понимают социальный эффект от подобных проектов. Но при этом губернатор Васильев почему-то проектом поддержки местных инициатив хвастается Путину, как одним из достижений своих, когда Путин приезжает. А как? Ну, естественно, потому что это действительно успешный проект. Но, как бы, еще раз говорю, людей, которые понимают, могли бы лоббировать ППМИ, точнее, могли бы лоббировать норму, по которой бы на все социальные программы, потому что в закреплении речь шла в последней редакции, в последнем предложении не только ППМИ, но и грантовый фонд. Всю эту сумму аккумулировать, то, что, условно говоря, в гражданское общество может быть передано. Закрепить в размере, там, последнее, по-моему, предложение было 0,5% или 0,3% от доходов, да? И все, и все бы тогда были бы счастливы. И не трогать больше эту статью. Людей, которые понимают это, там, в областном правительстве, у нас нет. А кто-то может им подсказать? Нет. Они не слушают? Как бы, успешный опыт бюджетного, инициативного бюджета, он, там, по всей России распространяется, и в том числе, министерством. Ну, как бы сказать, чтобы это министерство, федеральными имеется в виду министерством, да, там, дало указание, там, нашему правительству сохранить данный конкурс, ну, я что-то в это слабо верю. Общественная палата уже обращалась, насколько я знаю, еще полтора года назад к губернатору о том, чтобы вот все-таки эту идею воплотить, когда зафиксировать какой-то определенный процент, и чтобы больше, как говорится, не возвращаться к этой теме. Но вот, как говорится, и вопрос, и ныне там. Понятно. Еще у нас одна тема и две с половиной минуты. Я не знаю, просила бы вас прокомментировать следующее. Законодательное собрание наше планирует внести в свой регламент поправки, которые все-таки разрешат нашим депутатам проводить онлайн-заседание. Значит, эта возможность будет реализована в случае чрезвычайной ситуации, эпидемии, режима повышенной готовности, еще несколько там, да, ситуаций есть, по ненеобходимости. Если кто-то из депутатов не сможет приехать на заседание, которое все-таки будет проходить очно, он имеет право передать свой голос кому-то другому. И вот здесь у меня вопрос. Если бы речь шла все-таки только об апреле-майе, наверное, смысла бы не было вносить поправки в регламент. Наши депутаты-то к чему готовятся сейчас? Да я, честно говоря, не думаю, что здесь следует искать какое-то двойное дно. Нет черной кошки в темной комнате? Нет черной кошки. Это как бы попытка показать свое соучастие в нынешней ситуации путем таких вещей. Потому что как бы все вещи связаны с тем, что опять же там онлайн в условии введения чрезвычайной ситуации, как бы здесь не вызывают никаких там вопросов. Возможность голосования одного депутата за другим, так она как бы никуда и не делась. Она была, есть, там человек пишет заявление и там его голос передают. Я просто напомню, что эта ситуация с онлайн-голосованием, она изначально-то с другого начиналась. Она начиналась с голосования за Конституцию, за поправки в Конституцию. Я бы тоже, честно говоря, это момент технический. Он как бы ни коим образом не влияет на результат. Если они готовы голосовать и работать в онлайн-режиме, то отлично все. Это позволит, по крайней мере... Слушайте, на бумаге сэкономим и на электричестве. Сократить какие-то расходы того же законодательного собрания. Если за этим последует, что законодательное собрание еще объявит, что из своего бюджета она готова выделить 10% в вот этот мобилизационный фонд, там, ну, вообще будут молодцы. А с точки зрения поиска там смыслов каких-то, да нет особо никаких смыслов, кроме как просто показ реакции на имеющуюся ситуацию. А я поняла. Это просто, видимо, в Телеграме раскритиковали депутатов, которые собрались на заседание очно. Да, и не все были в масках. И они теперь решили, что больше не пойдут. Больше не пойдут. Не, ну, кто-то ведь осознанно соблюдает самоизоляцию. Это правда. И это правильно. Наверное, все-таки в нынешней ситуации. Михаил Курашин был в нашей студии. Вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва. Особое мнение на этом завершается. Михаил, спасибо большое. Берегите себя и не болейте. До свидания. Особое мнение на 101FM.